всем привет ребята хотела дать вам как говорится апдейт по поводу того что случилось куда я пропала ну я нашла работу до америки нота дистанционная работа которой я буду работать находясь краснодаре компания американская они меня сами нашли на линкты не хотя у меня нет никакого опыта переводчика это медицинские переводчики короче компания которая занимается медицинскими переводами и насколько я понимаю сейчас очень много мигрантов которые через мексиканскую границу переходят в америку на всех направлениях то есть аризона калифорния техас по моему даже не мексика у нас там граничит в общем эти толпы людей которые со всего мира очень много русскоязычных соответственно в том числе ну это могут быть украинцы казахи все люди со стран бывшего советского союза они сейчас все лезут без всяких виз и документов в америку а вот американское правительство не знает что с ними делать с таким наплывом людей вот и они начали просто целую компанию видимо правительство платит этим агентством которые занимаются переводом для того чтобы найти переводчиков чтобы помогать во первых люди таможенникам их значит с ними что-то делать вот во вторых им правительство оказывает я так понимаю всякого рода услуги медицинские бесплатно в то время как мы значит платим какие-то бешеные суммы для страховок медицинских эти эмигранты которые никто и зовут их никак не дня не работали в америке и не платили ни копейки ни доллара не платили налогов на и мало того что на таможне выдают там по две тысячи по две три тысячи долларов сразу дебетную карточку и телефон новенький оказывается им еще предлагают всякого рода медицинские услуги то есть если они перешли границу заявили что они больны их отправляют за наш счет в больницы в госпитале и так далее а вот правительством какую-то дает страховку какую-то медицинскую за которую платят налогоплательщики соответственно вот ну и не долго думая видимо общаться столько такое количество людей что они не успевают с ними общаться они английского не знают вообще от слова совсем вот и соответственно правительство сейчас платит бешеные деньги для того чтобы найти переводчиков в том числе и русскоязычных но там только не мы русскоязычные не только там все там и марокканцы на французском переводчики переводят для них и мексиканцы с испанским и всякие гондурасы и египтяне у нас есть там кого только нет вот ну значит работа довольно оплачиваемая по мере по российским меркам конечно по американским поменьше вот но для работая из дома по американскому времени то есть это будет вечер мой вечер где-то с пяти вечера до десяти вечера нужно будет работать будут звонить из госпиталей американских и говорить например нам пришел там русскоязычный мигрант там из украины или откуда он там может россии из россии может быть и у него там какие-то такие-то проблемы правительство за него все оплачивает но пожалуйста расскажите нам что с ним не так пусть он объяснит что у него болит потому что во всей больнице может быть и нету ни одного переводчика который может на русском перевести с русского или на русский вот а если их много это в основном в калифорнии то есть эта компания она предоставляет услуги для госпиталей которые калифорнии и работает нужно по калифорнийскому времени что меня вполне устраивает то есть у меня целый день свободен а вот вечером я все равно дома в основном и тут не обязательно быть дома главное чтобы был интернет ты можешь быть где-то в кафешке может быть это в ресторане что в россии проблем никаких нет россии интернет есть везде то есть вы заходите в любую кафешку или ресторан там тут же будет доступен интернет вам нужно только зарегистрироваться вам придет смс кодом подтвердите и вот вы уже находитесь соответственно подключены к интернету поэтому вам не нужно сидеть даже дома вы хотите вечером куда-то выйти можете сидеть где-то в кафешке кушать если вам позвонят вам принять этот звонок и там пятьдесят минут перевести этому врачу может быть за день не будет вообще ни одного звонка может быть будет несколько звонков вот а меня они нашли сами то есть это агентство она меня нашло на линкты не хотя у меня вообще я не отношусь и никаким местом к переводам я все же сработала маркетологом занималась исследованием конкурентов исследованием рынка и в телекоммуникации в основном то есть вы знаете что я работала в компаниях таких на как nokia samsung сша тимобил и какой-какой там высокоскоростной интернет компании не буду называть но на высоких должностях перевода у меня не было если что у меня было указано в профайле то что я сама из россии и моя последняя должность россия была региональным менеджером по маркетингу в компании кока-кола то есть слово россия и русский у меня в профайле отражается и образование кубанский государственный университет россия тоже отражается в графе образования то есть они видимо делают запрос по ключевым словам выпадают люди которые есть слово россия либо русский не тебя контактируют вот они написали так и так мы просто у нас огромный запрос сейчас на русскоязычных переводчиков вот но они не хотят брать конечно их в сша потому что в сша нужно платить гораздо больше этому же переводчику вот плюс в чем что значит две недели бесплатный тренинг даже вам оплачивают еще за то что вы тренируете за их счет да то есть компания предоставляет тренинг на именно она медицинского переводчика то есть там терминология медицинская каждый день мы учим какую-нибудь систему там сегодня дерматология завтра кардиология потом там на женская система репродуктивная мужская система репродуктивно не то интересно принципе много терминов я знала потому что когда ты живешь в сша ты как бы все равно так или иначе обращаешься к врачам либо слышишь на умную такую терминологию особенно вот там был блоты да то есть анализ крови там кровяное давление это везде стоматологии уж тем более во все время там и берут давление измеряют то есть какие-то терминологии или вот вы посещаете ежегодный смотр врача физик физик экзамен да то есть вы все равно знаете о чем говорится о чем говорится соответственно соответственно на этих визитах врача и терминология такая же самое там рост вес на что вы жалуетесь какие у вас симптомы давайте померяем кровь если у гинекологи у гинеколога на приеме там бы обсуждаете всякие разные там женские проблемы то есть в принципе ничего нового что вот у меня не было какой терминологии я мало знала это всякого рода рода кожные заболевания нервная система например и мужская репродуктивная система но есть кое-какие термины там они латинские да то есть они как бы в россии также инсульт он инсульт ну как бы инфаркт он инфаркт хотя там по-английски будет по-другому но на латинском значение будет примерно такое же они дают английское значение потом латинское значение и через латинское значение вы можете быстренько перевести на русский понимая что это на русском означает с латинского вот интересно как бы работа как такова работа я еще не начал потому что три недели две недели тренинг потом неделя подготовка к экзаменам дают создаешься экзамены экзамены на сертификат то есть получаете американский сертификат ассоциации именно американских переводчиков и это тоже все оплачивает компания то есть и подготовка к экзаменам то есть каждый день 6 часов день 3 занятия онлайн нас большая группа и причем одновременно 4-5 групп заниматься то есть разные инструкторы у меня например инструктор египтянин ахмед но просит называть его джимми очень такой прикольный шкодный египтянин нас 20 человек в группе из нас 5 человек говорит по-русски но большинство из них украинцы либо казахстан то есть у меня два парня они казах казахи но они называют русский язык родным языком то есть они говорят вы должны сдавать экзамен на своем mother language или там native language то есть на своем родном языке который считается у вас с рождения язык и вот эти парни казахи которые у них и имя казахское там там тамерлан тамерлан какой-нибудь допустим да фамилия нуркобеков или что-то такое выглядят они как казахи но они называют свой язык родной русским никто из них не назвал казахский язык своим родным я была удивлена очень как бы интересно потом есть девушка у нас тоже шамура шамура мусина она тоже казахская все выглядит как казахская у нее имя казахская казахская и она говорит на чисто русском языке называет русский язык своим родным языком вот мне было очень интересный момент есть у нас украинцы большинство украинцев они конечно сообщают что у них двойной язык то есть русский и украинский причем потом когда я разговаривала наедине с одним парнем он сказал что украинский практически не знает и не понимает половину терминов как переводить их на украинский он говорит я в шоке я не знаю как это перевести потому что язык настолько ну видимо новый для него что куча терминологии медицинские он вообще не знает как это по украински причем вот понимаете как интересно с украинцами да например парень с чисто русской мы русским именем андрей павлов он украинец да ну так вот девочка русская катя из николаева из русского города николаева тоже она считается украинкой при этом она живет в польше то есть она видимо давным давно уехала в польшу и экзамен она будет сдавать на польском хотя вот они оба говорят что если у вас два языка то вы можете получить сертификат в двух языках то есть вы например будете английско-русский переводчик у вас сертификат и потом например английско-польский либо английско-украинский да но основной язык вы должны выбрать первый сначала на котором вы будете сдавать а потом уже а потом уже вы будете сдавать на втором языке и вот они все выбрали русский как первый язык и было смешно когда спросили этого андрея павлова насчет того что он как у вас там на украине дела как ты там ну собираешься выживать ему на вид лет 35 а вот и он говорит ну я надеюсь что меня не заберут и все начали ему давать сразу же советы что ему нужно надеваться в женскую одежду когда он выходит на улицу ну я сказала если заберут сразу сдавайся короче а что тем я говорю вызывай волгу чтобы тебя забрали что выехать он не может работы как таковой нет вот видимо вот это вот переводческая работа она достаточно хорошо оплачивается по украинским стандартам и он в принципе доволен что тоже можно работать из дома не надо выходить из дома чтобы лишний раз на улицу не выйти вот такая ситуация на украине но для меня это все интересно потому что когда мы оказываемся вот в этой группе иностранцев да вот украинцы они или из украины или я там допустим россиянка вы знаете мы как-то сразу кучку сбиваемся то есть все вот эти ребята казахи и девочки украинцы и у нас там пару россиян одна девочка была тоже русскоязычная но она из азербайджана но она свой язык тоже указала как русский ну родной язык русский указала хотя живет она в азербайджане и муж у нее по моему турок вот еще мы все сразу группируемся в свою кучку как только начинают там говорить разбивайтесь на группы чтобы там тренироваться с большой группы 20 допустим человека разбейтесь на маленькие подгруппы наши сразу все сбиваются в одну кучу то есть казахи россияне и украинцы мы сразу в одну группку и мы сразу хотим чтобы нас поставили друг с другом не в зависимости что эта девочка живет там сейчас в польше живут казахстане но мы все разговариваем на прекрасном русском языке причем ребята казахи они просто вообще у них идеально чистый русский я вообще в шоке я не знаю учат вообще там казахский дома или нет или у них может один родитель русский но на вид они казахи да то есть это явно что это не просто русские ребята они именно казахи но при этом у них идеальный русский язык вот в общем хотела сказать что вот эта вся ситуация конечно с военной этой она такая но это все пока вот украина россия но как только мы все русскоязычные нападаем в одну группу с другими иностранцами вы знаете это сразу все уходит в сторону то есть мы просто сбиваемся в одну стайку и нам все равно казахи украинцы или кто там вот единственно один был парень украинец выглядит чисто русским зовут его александр с буквой о и он был единственный который сказал что его родной язык украинский и сдавать тест он будет на украинском не на русском языке но при этом когда мне нужно было там помощь я потеряла линк который там на какую-то там зум конференцию надо было зайти я ему написала он тут же мне этот линк сбросил зная что я из россии что я русская да то есть он меня сразу же поддержал помог и вообще без всяких вопросов вот поэтому я хотела сказать вам что вся эта ситуация политическая там геополитическая я согласна с путиным вот после его последнего интервью что время может быть и займет какой-то какой-то потом вот нам всем примириться но это раны все заживут я думаю что так оно будет то есть я говорю пока вроде как вот смотришь телевизор вот идет такая противопоставление друг другу но как только мы оказываемся в одной компании с иностранцами мы сразу объединяемся что мы россии ну мы русские все и казахи и азербайджанцы и украинцы и россияне мы все сразу слетаемся в одну группу мы считаем себя все русскоязычными с родным языком русским и мы друг друга помогаем мы просто ну тегитеем магнитом чтобы поставьте нас группу вот с этими ребятами то есть поставьте нас в одну группу как только мы попадаемся одну группу мы переходим тут же на русский и начинаем болтать на тему там откуда ты откуда ты там где ты учил английский так далее общем интересная для меня опыт у меня такого опыта раньше не было для меня это очень интересно это весело потом у меня видите целый день у меня свободен у меня только вечера заняты то есть я поэтому и выпала как бы из поля зрения потому что днем я стараюсь подучить терминологию вот но повидаться с подружками походить по кафешкам по ресторанам потом была погода не очень хорошая одно время а вот и вообще как-то погрузилась в это вот нашу группу такая разнообразная группа там нас пару прикольных парней марокканцев которые на французском идеально разговаривают и вообще как-то выпала я немножечко из поля вот но будет немножко время сейчас тем более еще следующая неделя будет занята уже по конкретно подготовка к сертификат только экзамену на сертификат американских вот эти медицинских переводчиков это принципе для меня новый опыт но почему бы и нет как бы компания оплачивает для меня не только абсолютно бесплатно но еще и платят нам за то что мы посещаем эти занятия а вот куча новых людей новый опыт будет дополнительный сертификат который может быть и особо потом и не понадобится в дальнейшем ну пусть будет как бы мне зато не скучно есть чем заняться куча новых людей с которыми интересно общаться в основном молодые все ребята а вот веселые много смеемся горю наш инструктор египтянин он вообще прикольный такой школьный много шуток вот и работа как я понимаю сама когда уже дело дойдет до работы то есть все кто получит сертификат они автоматически компания их он он бордит то есть будет процесс уже работы с именно делом кадров когда как только ты сдал экзамен получил сертификат вас уже автоматически компа сработает не то что мне надо будет искать работу эта компания которая предоставляет работу вас в принципе отправляет на курсы и на получение сертификата то есть работа уже и обучение идет от этой компании вот по-моему если не сдаете один раз они дают возможность бесплатно пересдать второй раз вот но в основном говорят что все сдают с первого раза потому что перед тем как чтобы вас приняли да то есть я хочу сразу сказать что они не примут лишь бы как лишь бы кого вас заставляют пройти тест на английском языке из которого должны получить большой балл то есть там есть балловая система которая вы проходите либо не проходите и из 100 процентов допустим нужно набрать минимум 75 или 76 процентов это о письменный и устный английский вы должны этот тест пройти сдать если результаты будут удовлетворительные тогда там еще куча requirements у них для оборудования то есть у вас должен быть достаточно хороший интернет вам доставляют кучу прислать им скриншотов ваших параметров вашего интернета что должен быть не вай фай а именно кабельный интернет компьютер должен быть определенная категория то есть должно быть достаточно памяти на компьютере мощность компьютер должна быть достаточно высокая наушники должны быть специальные в общем там целый выдают список ну и документ об образовании и доказать что вы именно на вашем на родной язык именно российский то есть вы должны показать какую-то бумагу что вы учились в россии где-то и что у вас действительно русский язык ваш родной язык вот ну это заняла тоже мне примерно дней десять наверно все им предоставит то что они хотели потому что скорость вот так протестируете интернет а то вот так это скриншоты такие то скриншоты всякие тоже все подобрали еще что-то надо в общем куча документов всего это одна девочка у нас была которая вроде бы говорит два раза все предоставляла и в итоге она из грузии русскоязычная девочка что-то мне понравилось они так ее и не записали короче говоря на курсы на эти вот ну кто-то видимо не сдал тест на английский то есть их тоже не взяли вот ну интересно все происходит мне в принципе это все нравится работа которая должна была быть в россии и и так и и не нашла а вот то есть все что корпоративного плана работы мне предлагали они в принципе практически это же сумма которая мне обычным переводчиком для американской компании я буду работать как я должна работать в корпоративном мире каждый день ходить в офис и переезжать в москву то есть вот эта проблема с московским корпоративом она как бы так и остается наверно потом еще отдельное видео запишу на эту тему то что я говорила ранее но как бы так и остается то есть в россии все находится в москве для меня это конечно дико и должны принципе наверно с таким что-то люди делать потому что ну это просто ненормально я считаю что это ненормально то есть любые корпоративные работы вы должны ехать в москву и звонят вам из москвы у меня висит резюме на headhunters.ru мне постоянно оттуда названивают и каждый раз спрашивают на какой станции метро я нахожусь либо будет ли мне удобно ехать на такую-то станцию метро где находится их офис и тоже видимо идет вот это вот копирование американской системы где сейчас все возвращаются в офисы то есть сейчас прямо мода куча компаний отправляют сотрудников назад в офисы в том числе компания IT&T мне уже несколько компаний несколько этих из отдела кадров звонила с компанией IT&T у них вдруг пошел набор то есть везде сокращают а тут набирают причем на позиции которые именно к исследованию рынка относятся экстратегии то есть к тому что я чем я раньше занималась а я же работаю последняя моя работа была у конкурента у тимобл поэтому им всем хочется меня урвать и что я могу что-то принести из того что тимобл делает а тимобл один из лидеров сейчас считается на рынке вот и короче говоря начала меня наяривать IT&T пишут мне письма звонят на американский мой телефон и я только вся в загадочности говорю а что происходит вокруг кругом же сокращение сокращают все телекоммуникационные компании все программирование компании все эти гугл амазоны все сокращают тысячами людей и вдруг вы набираете а вот что за в чем прикол как говорится да оказывается тимобл этот IT&T политика IT&T поменялась и они требуют чтобы все вернулись в офис то есть у них куча людей которые допустим раньше жили в Майами где-то во Флориде в других штатах и им не нужно было идти в офис они прекрасно работали много лет и вдруг это руководство погнало всех на работу там так же происходит в Амазоне у меня дочку погнали в Амазоне работать в офис ну слава богу три дня в неделю ну это она все равно по командировкам в основном ездит она региональный менеджер по финансам то есть она в принципе все равно не сидит в офисе она в основном ездит по стране вот а людей погнали в офис и куча людей просто сами по себе уволились либо им предложили говорится уволиться если они не вернутся в офис многие аналитики США называют это soft layoffs мягкие увольнения когда под предлогом вернитесь в офис они как бы людей сокращают да то есть люди которые не хотят возвращаться в офис из-за того чтобы просто тупо уволить и получить за это по башке от правительства или там люди могут в суд на них подать за незаконное увольнение эти компании хитро мудрые мудрые хитро вымудренные придумали что давайте мы всех отправим в офис люди которые во время всех этих этих болезней поубегали из городов или в другие штаты по уезжали им теперь надо вернуться в офис а IT&Т головной самый огромный головной хедкутер офис находится где правильно в Далласе в Далласе там где живет живет моя семья вся и где жила я 25 лет практически вот и соответственно всех погнали туда я нахожусь в Далласе ко мне начали приставать IT&Т на тему вернитесь мы все простим прийдите к нам в офис работать вы из Далласа не работали у конкурента идите к нам хорошая зарплата ну предлагаю до 170 тысяч долларов плюс бонусы годовые вот вернись я все прощу как говорится а я говорю а что случилось с людьми которые были на этих позициях они же все сокращают чего вы вдруг набираете они говорят эти люди жили где-нибудь в других штатах и они по семейным обстоятельствам не хотят переехать в Даллас у них там жены мужья дети в школах и так далее и людям приходится увольняться самим что мы не пойдем в офис представляете компании на этом экономят кучу денег потому что им не нужно платить им severance package то есть вот эти все пособия которые обычно выплачиваются при сокращении то есть типа мы же не сокращаем мы просто требуем чтобы вернулись в офис а то что офис в Далласе людей набирали когда они были во Флориде или жили в Флориде то никого не волнует вот мой дом я уже почти пришла вот сейчас пойду на свой тренинг через пол часика успела пойти погулять сегодня такая погода в Краснодаре просто обалденное лето я накупила себе чебуреков и пирожков с капустой на ужин как мне тут хорошо мне тут так нравится вообще но с работами с устройством российской вот этой корпоративной системы которая гонит всех в Москву ребята это с каким надо что-то делать это ненормально вы понимаете Москва во-первых не резиновая мне непонятно как бы зачем они всех тащат в Москву во-первых это там снимать офисы гораздо дороже чем такой же офис шикарный в Краснодаре во-вторых холодно там там снег лежит тут у нас плюс 17 на улице лето практически какой дурак захочет ехать в эту Москву ну точно не я во всяком случае не говоря уже о том что у меня здесь друзья семья родственники мне тут есть чем заняться а тут у нас горячий ключ рядом у нас Геленджик Новороссийск море Сочи все рядом нафигам где-то Москва вот скажите вот поэтому с таким надо что-то делать им нужно что-то с этим решать иначе им как бы России кадров хороших не видать только тем кто хочет в Москву а в Москву не все хотят вот ну в общем я все пока вам рассказала другое наверное видео еще запишу отдельно по поводу общей поиски работы в общем если вам будет интересно пишите в комментариях что вас еще интересует какие темы я побежала на свой тренинг медицинский всех люблю вас целую пока и